Для всех любителей Рокет Лиги и фанатов киберспорта у меня отличная новость. РОЦС 2024 уже стартовал и на своем стриме я буду полностью освещать региональные турниры Америки и Европы. Расписание вы прямо сейчас можете видеть на моем экране, так что всех вас жду с пятницы по воскресенье практически каждые выходные на протяжении целого месяца. Нас ждет много Рокет Лиги, много захватывающих матчей, так что не пропустите. Всем приятного просмотра. Ну что, поехали. Битва за проход в полуфинала первого регионала Северной Америки. Смотрим на это легендарное противостояние вместе с чатом. Мой чат считает, что победит Генги. Ферст Киллер Кроник и Абджек. Три просто нереально сильных соло игрока и отличных командных игрока в целом. Мне кажется, если вы знакомы с Рокет Лигой, они не нуждаются в представлении. Против самой стабильной команды Северной Америки Space Station Gaming. Чикаго, Хоксер и Эл Джей. Раньше там был Арсенал, но теперь там Чикаго, который пришел из Г2. Смотрим, чем все это дело кончится. И мы, конечно же, я лично болею за Генгов. В этом сезоне это команда в Америке, которая находится для меня на первом месте в душе. Вне зависимости от их перфоманса, вне зависимости от их игры. Я болею за этих ребят и умом, и душой. И команда, за которой я болею, обычно ничего не выигрывает. Но на этот раз точно что-то изменится. Что у нас вообще по, скажем так, по стилям игры? Да, что мы имеем? Генги очень любят упарываться. Очень любят упарываться и хорошо чейзит. И только что Эл Джей в соло прошел всю защиту, кстати говоря. Ферст Киллер. Все очень странный фифтик. Абджек просто не понял, что будет делать его тиммейт. И в итоге влет от Чикаго, халявный гол. Совершенно бездарный просто бой в защите. Ошибка, за которую Space Station наказывают. Короче, Генги это команда, которая, если просто не будет ошибаться, то 100% выиграет, как по мне. Но если они начнут делать ересь, как они любят делать. Команда Генги это команда, которая обожает делать всякую ересь. Главное, чтобы не Ферст Киллера они заразили. Потому что они могут. Они могут. У них там своя атмосфера. Кстати говоря, Ферст Киллер по какой-то невероятной причине на Октане. Пока что разминочная. Кроник спер сотку буста. Оставляет под тиммейтов. Но тиммейты не готовы. Дабл коммит опять от Генгов. Что-то неправильное. Неправильное. Хорошее касание от Абджека. Начинает Айдрибл. Проходит одного. Какой врыв от Ферст Киллера. Просто. Алджей успел только сфоткать. Отличный редирект от Ферст Киллера. Прямиком перед вратарской зоной. Очень-очень сильно. Сравнивается счет. У нас 1-1. Ну, Чикаго 0, будет 100. Сперли у него там сотку. Ферст Киллер хочет катать. Хороший бамп. Под Абджека. Абджека 0. Он оставляет тиммейту. Хочет врывать сотку из вражеского угла. Там он сотку находит. В итоге разворачивается. Пошел слоу-плей. Минус 1. Игрок это был О'Джей. Хорошая блокировка от Чикаго. Даша смеется над командой Спейстейшн Гейминг. Совершенно зря. Все-таки самая стабильная команда Северной Америки. Форшбамп. Какая-то потасовка в центре поля. Форшбамп. Ферст Киллер. Пробивной. Кстати, Кронику подарили альфа-буст. Играют против Чикаго в защите. В итоге мяч достается Кронику. Кроник оставляет Ферст Киллера. Ферст Киллер начинает р-дрибить. Ловит лип-ресет. Бампает. Абджек. Халявное добивание. И Спейстейшн очень медленно реагирует на игру Ферст Киллера. Хоксер уехал за соткой буста. В итоге О'Джей летит рано. Хоксер, как обычно, втыкает. Даже все еще смеется над Спейстейшн Гейминг. Ничего, ничего. Они еще свой возьмут. Уууу. Попытка редиректа от Хоксера. Жалко, что он не такой хороший игрок. Но в итоге он справляется с тем, чтобы забить пустые ворота. Со второго раза. Хорошая разыгровка от команды Спейстейшн. Абджек просто не попал по мячу. К сожалению, ошибка. Ошибка от генгов опять. И в итоге 2-2. ССГ нужно время на адаптацию. Генги совершили 2 грубые ошибки. И из-за этого им забили 2 гола. Опять же, если они перестанут совершать грубейшие ошибки, я уверен, что это фри игра для генгов. Но генги не умеют. Генги не умеют. Точнее, умеют. Но что-то у них... Это тенденция такая. Не знаю, что с ними такое, но... Вот есть у них такая болезнь. Ой, какая распасовка. Какой бездарншот от Чикаго. Так. Абджек. Проигрывает Элджею Тач. Хоксер. В соло играет. Проходит Ферст Киллера фейком. У-у-у. Это было жестко. Ферст Киллер, кажется, не ожидал, что... Он будет последний в защите. Ой-ой-ой-ой-ой. Одного из лучших одиннессеров. Развел просто как... Ну вы знаете кого. В итоге за 3 секунды конца разминочный. Происходит вот такое вот... Неприятное событие для фанатов генков. Им забивают третий гол. Хоксер выигрывает 1-1 у Ферст Киллера. Я не думал, что я когда-нибудь скажу такое в своей жизни. 10 секунд. И в итоге... Атака Спейстейшн... Ой, атака генков захлебнулась. Хоксер просто делает сильный вынос. Шансов очень мало. Кроника данкует. И Элджею заканчивает первую игру. Нам показывают новую декаль Спейстейшн, но не дают на нее посмотреть. Так, игра номер 2. Игра номер 2 между генгами и Спейстейшн. Спейстейшн. Сильвупле. По Суси. И Ферст Киллер забивает первый гол для команды генгов. Абджек выдает пас. Небольшой промах от защитника. Это был Чикаго. Но там Абджек просто очень быстро сыграл. Чикаго не ожидал, что этот мяч может так далеко от стены отлететь. И в итоге отличное добивание. Генги вырываются вперед. Кроник приджампает. Абджек. Какой врыв от него. Отличный сейф от Хоксера в свою очередь. Хоксер очень недооцененный игрок с моей стороны. Я считаю его тем еще ботинком. Вон он мимо пролетал. Извините. Вот. Но по какой-то невероятной причине команда Спейстейшн выигрывает все, что она видит. Вот. Все мы в целом поздравляем. И первую игру они в том числе выиграли. Благодаря тому, что они просто наказывают за ошибки. Вот Спейстейшн не делает ничего экстраординарного. Но я хочу сказать, что... Блядь, Хоксер опять по мячику не пал. Я хочу сказать, что с Чикаго у этой команды шансов реально побольше. Вот серьезно. Когда там был Арсенал, у меня было слишком много вопросов к ним. С Чикаго есть шанс. Но Хоксера бы поменять. На кого-нибудь получше. Ноль негатива к Хоксеру. Один позитив. Карты друг от друга отличаются только визуалом. Больше ничем. В Ракетлиге все карты стандартизированы в... Ну, в турнирах. Короче, в киберспорте. ЛДжей против Чик... Ой, против Кроника, прошу прощения. Фёрст Киллер подбирает под себя. Ресетик. Центеринг. Идеальный пас. Нечитаемо для команды Спейстейшн. Опять же, никто не челленджит Фёрст Киллера. Хоксер пофоткал, но ноль... Блин, он даже не фейканул его. Он просто пофоткал его. Кто там стоил на воротах? Чикаго или ЛДжей, которые стояли на воротах? Такие, типа, блядь, за челленджи его. И Хоксер такой... Ээээ, впаду, что он нам сделает? И Фёрст Киллер такой... Ок. Но ничего. Ой, вау! Он поймал флип-ресет от вражеской машины. Ебать это было сильно. Обджек бог игры. Так, кто будет разворачивать? Фёрст Киллер разворачивает. Фёрст Киллер, кстати, без альфа-буста играет. Что-то новенькое. На октане без альфа-буста. Кто укусил Фёрст Киллера? Хоксер забирает мяч в центре. Обджек не попадает по мячу. Это второй его промах на бэкборде за эту серию. Что-то как-то не очень мне это нравится. Обджек обычно самый стабильный игрок в истории человечества. Хоксер поймал ресет. Никто не верит, что Хоксер поймал ресет, поэтому его никто не челленджит. Все-таки... Ну, Хоксер это Хоксер. Это вам не Фёрст Киллер. Обджек подбирает мяч. Начал дриблить. Пас на Фёрст Киллера. Там же Хоксер. Что-что адефать он умеет. Элджей. Пас на Чикаго с жопкой днищем, я бы сказал. Короче, Хоксером. Обджек. Не, его читает Чикаго. Фёрст Киллер. Подбирает под себя потолок. Любимый потолок Фёрст Киллера. В итоге блок не удался. Кроник. Удар. Но Элджей справляется. Обджек. Встречается с Чикаго под потолком. О, Чикаго! О, Чикаго бампнули в потолок. Он зарекаверился из флип-ресета за дефл. Вот это я понимаю, игрок. На Элджея. Хороший выход из защиты. Для команды Спейстейшн. Но почему-то Элджея оставил мяч тиммейта, у которого не было. В итоге ССГ просто нереально их душат в защите. Они уже, наверное, минуты две сидят. Их просто трогают за все места, за которые можно и нельзя. Чикаго уже начинает сожалеть, что он вступил в эту команду. Но других команд не было. И в итоге он играет с Хоксером. Хороший бамп. Хоксер пробивной. И отличная разыгровка. Чикаго все сделал в сам в целом. Пас бэкборд. Бамп ферст киллера. Апджек слишком далеко. Получил еще пиздюле Чикаго. Чикаго дал пас. Бампнул двоих. Хоксер попал в пустые ворота. Уже лучше, чем Джайера в прошлой серии. Ой-ой, кроник, халява. Нет, там Чикаго дефит. Хороший пас. Чикаго разыгровка с Элджей. Смотри, как обошли. Ой, какую красоту показывают. Забей Элджей. Я уже готов. Какой хоксер тебя укусил? Не повезло, Чикаго. Так, кроник. Имеет флип-ресет. В итоге, самая стабильная команда Америки. У них остается 20 секунд для того, чтобы камбэкнуть вторую игру. Ведь забивать пустые ворота они, откровенно говоря, не хотят. Апджек. Сильный вынос. Кроник понимает, что оба игрока коммитнулись, и можно просто почилить. Ферст киллер сильный вынос в ответ. Хоксер на Элджее. Элджей нахуй. Кроник просто забирает мяч. И так, мяч дает единственному человеку, который умеет играть. Это Чикаго. И он с ним не справляется. Нет, Кроник хочет поиграть подольше. Бля, какой матч. Апджек тоже хочет поиграть подольше. Не, нормально. Генги выиграли. Итак. Третья игра. Генги против Спейстейшн. Олд Джей. И Хоксер и Чикаго против Кроника, Ферст киллера и аппарентли Джека, который, кстати, эту игру играет спорно. Несмотря на то, что в ключевых моментах он вроде как справляется, но были какие-то странные миссы от него. Как по мне, не лучший, не лучший показатель по меркам Апджека, но я думаю, он справится. Все-таки у него есть два тиммейта, которые всегда могут его подбодрить и закеррить, если надо. Все-таки он не в команде с Хоксером. Ой-ой, как обидно! Чикаго промахивается снова. Штанга из прошлой игры настигла его ищи в этой. Отличный сейв это Лжея. Пауэршот. Трипл коммит в сейв. Команда с PlayStation Gaming показывает, как не надо играть в Rocket League прямо сейчас на ваших экранах. Борьба за выход в одну-вторую плей-оффа выглядит как гранд-чемпионы, которые пиздят платин. Ладно, я шучу. На самом деле, отличный плей от Кроника. Здесь фифтик, который заставил Лжея флипнуться, а значит, он потерял контроль и Апджек успел на халявный мяч. Здесь очень хорошо. Генги сыграли. Был не так много бустал в PlayStation, чем воспользовалась команда Генги. И в итоге 1-0 в первой игре PlayStation все еще не справляется с перекладинами. Но знавал я команду, которая не справлялась с перекладинами. В итоге она почти выиграла мажор, но в итоге дисбантнулись. Этой командой было Team Liquid. Апджек. Фифтикс Лжея. Мелже его проходит в целом. Можно и по-айрдриблить. Очень неудачная ситуация. Пустые ворота абсолютно... Так, Чикаго. Слабый шот. Будем откровенны. Можно было шопнуть там получше. Никого не было забивать пустые ворота. Элджей на этот раз сделал все, что возможно. Но, к сожалению, команда с PlayStation не справилась с тем, чтобы реализовать эти бампы и взрывы. Все еще. 1-0. И на этот раз кто? Кажется, это был Хоксер. Давайте посмотрим внимательно. Итак, Ферст Киллер бьет в бэкборд. И Хоксер не читает очень быстрый отскок. Ладно, 0 вопросов Хоксеру. Это было очень тяжело прочитать. То, что он промахнулся, ничего, скажем так, постыдного нет. Когда мяч летит так быстро в бэкборд, его практически невозможно прочитать. И нужно быть либо Зеном, либо не Хоксером, либо хорошим игроком. Да что ж такое? Слушайте, слова сами подбираются. 2-0, короче, для команды Генги. Обджек. Идеальный при джамп. Элджей врывается в стройку. Хоксер. Пауэршот от Хоксера на этот раз. Почти попал. В следующий раз повезет. Элджей. Пошел показывать. Обджек. Центринг вот такой вот интересный. Редиректом. На Хоксера. Хоксер на Элджея. Отдал мяч игроку, который умеет играть. Отличная. Вообще, это очень хорошая стратегия. Типа, если у тебя рак в команде, пусть пасует всегда. Знаете, как в футболе всегда есть какой-то чел, который во дворе просто разваливает футбич. И всегда надо пасовать ему, чтобы он забивал. Ой-ой, Абджек просто как в Матрице мансует. Между двумя игроками завансил аппаратный Джек. Нео из Матрицы решил поиграть в Рокет Лигу. Феноменальный плей в защите от Абджека. И в итоге флип-ресет от Кроника кончается сейвом от Чикаго. Хоксер инстаконтратак, аэрдрибл от Хоксера. Сейв от Ферсткиллера. Снова, снова генги выбираются в центр поля. Не могут Спейстейшн оказывать давление и прессинг стабильно. Хоксер попадает по мячу. Чикаго счастлив, ведь его тиммейт только что совершил невозможное. Хоксер продолжение банкета на Элджея. Кроник здесь же. Хорошее касание для команды Спейстейшн. Возможно, Кроник забыл, за кого играет. И вот, собственно говоря, и результат того, что сделал Кроник. Абсолютно ненужное касание. Он поторопился. Там вообще можно было ФК стоять, дать Ферсткиллеру сыграть. Но он дал пас врагу. И Хоксер решил, что ну если уж Кроник дает пас, то можно, в принципе, и реализовывать. 2-1 ошибка от генгов. Критическая на этот раз. За такую не прощают. За Хоксера и Двор, как говорится. Ой-ой, Абджек. 1-1. Стоп, что? А почему поехал бампать Ферсткиллер не защитника в воротах? Что-то очень странное произошло. Чикаго приджампает. Кроник выигрывает фифтику двух челов. Хоксер попадает по мячу в защите на этот раз. Так, ничего страшного. Фыканул врагов. Раки все еще верят Хоксеру, поэтому не читают его. Взрываются все, кому не лень. И в среднем, кто еще жив. Хоксер. Наферсткиллера. Хорош, кстати, на самом деле тачат Хоксера в защите. Там Абджек... Что? Что? Почему Хоксер? Нет, почему Абджек? Что? Аааа, что? Я не понял, что произошло, честно. Я видел, что Абджек лежал черепашкой вверх ногами, и через секунду Генги забили. Я честно, я пытался проанализировать, что произошло, но даже на реплее я не понял, как это вышло. Черепаха. И Генги без проблем забирают третью игру, и я надеюсь, больше не отдадут ни одной. Тайм-аут. Так, парни, значит, смотрите. Хоксера на рамы. Дальше по ситуации. Ферсткиллера бампаем. Иначе жопа. В целом, топ-4 это слишком много для первого регионала. Поэтому топ-8 нормас. Бабки залутаем. На ZPS останемся. Итак, четвертая игра. Генги против Space Station Gaming. Чикаго подбирает халявный мяч после двойного взрыва. Пасик себе. Неудачный угол. Была хорошая попытка от Чикаго для соло-плея, но немного не прокнуло. Абджек пожадничал буст. На самом-то деле, из-за этого его данкнули. Да, он потерял полсекунды. Ааа, ферсткиллер каким-то чудом убил Хоксера. За что? Элджей родился. В итоге за дефу. Продолжение от Хоксера. Абджек данкает. Мало буста у генгов. Атаковать с таким количеством буста сложно, поэтому регрупп. Ферсткиллер не попадает. Поверил Хоксеру. Ха, дурак. Так, Хоксер. Проходит одного. Данкает второго. Ферсткиллер начинает бампать Хоксера. Хоксер данкает третьего. Ферсткиллер понял, что надо что-то с этим делать. И начинает просто лупить по Хоксеру. По самому сильному. В команде Space Station. Так, Кроник. Помогает Хоксеру сделать потолочный, но Хоксер пока что не определился с тем, куда он хочет бить. Отличный взрыв. Ничего не понятно, но очень интересно. Чикаго без буста. Хоксер родился. У него нулина. Ферсткиллер его данкает си... Абджек. Центринг. Кроник. Очень быстрая реакция от молодого. Тем не менее, Хоксер успевает заблокировать. Абджек не успевает на фифтик. Оставляет здесь Кронику. Ферсткиллер фри касания. Он просто ебашит в стену почему-то. Непонятно зачем. Это был не удар. Это именно был вот прям... Не очень, не очень. Не стоит так делать. Опа! Что это тут у нас такое? Бесплатные пустые ворота? Ага. Чикаго не ожидал, видимо, Абджека. Абджек ворвался. Красиво. 1-0. Генги. Пока на классе. Дальше первой игры они... Не проигрывают. Первая была просто разминочная. Они затуманили бдительность Пейстейшн. Ой-ой-ой. Хоксер чуть-чуть не забил в свои ворота. Был у него шанс. Пока сплоить Андрюха Родосина. Но он... Воздержался. И зря. Андрюха Родосин ебашит свои и выигрывает мажоры. Первый киллер. Пытается, пытается выбраться из защиты Генги. Втроем уже прыгают на мяч. Немножечко микроотчаяние у них прокает. Абджек у него очень мало буста. В итоге... Хоксер центринг на Элджей. Это должен быть гол. Но Чикаго. Хроник каким-то чудом просто справляется с приджампом. И... Бог. Сова. Сова для Хроника. Нереальный сейв. После которого он просто данкает... Хоксера. Который решил катнуть в центр. И это 2-0 для Генги. 2-0. 2-0. И пока что... Пока что... Единственная эмоция, которая получает от этой игры... То, что мне жалко Чикаго. Итак... Абджек. Не смог пройти Хоксера. Но в итоге Элджей отдал ему мяч. Пейк от Чикаго. Хорошо, хорошо играет молодой. Катает в центр на Элджей. Элджей. Столпойн на слишком сильное касание. Скидка на Абджека. Чикаго попытался забить свои ворота прифлипом. Настолько ему заебало играть уже с этими раками. Центеринг. Кроник. Мало буста для него. Потому что Чикаго спер сотку с мида. В итоге при джамп от Ферст Киллера не прокает. Распасовка. Абджек на Кроника. Моментальная контратака. Блокировка от Абджека. Пробивной от Кроника. Но мимо. Точнее защищено. Защищен. Защищены ворота. Вот что я хотел сказать. Абджек флип-ресет показывает. Но, к сожалению, он еще не научился этой механике. Нужно погриндить, конечно. Элджей. Дабл для Элджей. Отличный сейф от Ферст Киллера. Он таких на завтрак хавает. Хоксер. Хоксер. Ферст Киллер данкает. Чикаго и Элджей. Одним касанием двоих обходит. Хоксер выносит мяч на Элджей. Все правильно. Нужно давать мяч сильным игрокам. Кроник понимает, что у него сдохли оба тиммейта. Ферст Киллер. Соляра. Флип-ресет. Нет. Отличный рекаури от первоубийцы. Кстати, Кроник на Ферст Киллера. Ферст Киллер развалил перекладину. Там же Абджек. Ферст Киллер на Абджека. Но не справились парни. Кажется, сегодня без фристайла на Спейстейшн Гейминг. Хотя я бы посмотрел, как Генги фристайлят на ССГ. Потому что это было бы очень иронично. Так, Абджек. Хорошее-хорошее касание от Чикаго. Прокнуло. 50. Достаточно качественное, чтобы выйти из защиты. Но все еще 2-0. И все еще Спейстейшн делают Сосалити у Генг Мобил 1. И что я вам скажу? То, что Хоксер мало... Ла-ла-дец. Итак, пятая игра. Генги против Спейстейшн Гейминг на прекрасной карте. Оазис. Моей любимой карте в РЛЦС на данный момент. Кстати, странно, что... Вот этой карты, которая... Мэнфилд Даск. Которая новая. Нету в РЛЦС. По-моему, она очень крутая. Вместо какой-то утопии в Сраты засунуть ее... Вообще будет... Хотя у них Мэнфилд первой карты есть. Кроник! Угол века. И в итоге 1-0 для Генгов. Команда Спейстейшн не верила, что Кроник может забить такой угол. А Кроник... А Кроник забил! Отрицательный угол от Кроника. И добивание от аппаррентли Джека. 1-0 за 40 секунд от начала игры. И в итоге... Пошла, пошла Котелла. Кроник. Флип-ресет. Хоксер. Сейв. Продолжение от Хоксера. Хороший фифтик. Кроник на разврате. Но там Чикаго. Чикаго хорошее позиционирование. Перехватывает. Но Ферст Киллер просто влетает и говорит, вашей мями, зять, не нужен. Молодой влетел в стройку, отобрал мяч. В итоге... 5 игроков смотрели, как Ферст Киллер играет сам собой. Только что секунд 5. Настолько он гигачат. Так, Ферст Киллер. Под себя. Флип-ресет. Нет, Чикаго его данкает. Кроник. Продолжение. Забей Элджей, молю. Нет, Кроник. Успевает. Слишком медленное касание Элджей. Но там нужно было контролить. И в целом... Раки. Раки. Это что такое? Почему это залетело? Ферст Киллер просто решил не дефать шот Хоксера? Теперь Ферст Киллер забил свои ворота. Так, а сколько заплатили Ферст Киллеру, напомните? Кто пиздел? Я? Вы понимаете, что первый гол он забил, потому что Ферст Киллер отказался дефать? Он мог задефать, просто... Просто подумал, что кто-то другой возьмет мяч. А второй гол Ферст Киллер забил свои ворота. Помните, я вам говорил, что генги могут проиграть только если начнут делать абсолютную ересь? Так вот, это называется абсолютная ересь, если кому-то интересно. Ну ладно, видно было. Они дали шанс лохам, чтобы, типа, обиднее проигрывать было. Л-Джей. Обджек его катает в центре. Чикаго. Тыкуп от Кроника. Кроник. Сильный вынос. Ферст Киллер, наверное, не успеет. Пинч в центре. Обджек шот. Там Л-Джей на дефе. Хорошо. Чикаго Редирект. Хоксер. Пустые ворота для него. Хоксер. Трипл килл от Хоксера. В смысле, трипл хэт-трик, который... Хэт-трик для Хоксера. Лучший игрок команды Спейстейшн Гейминг. Включился. И как пошел забивать. Челс обил в одной игре больше голов, чем Спейстейшн за всю серию. Вот он. Легенда киберспорта. Хоксер. Хоксер. Так. Аэрдрибл. Немножечко не получилось. Л-Джей. Под себя. Немножечко не прочитал. Не прокнул бамп-бам Джека. Был бы, на самом деле, удобно. Две минуты для камбэка Генгам. Я думаю, они справятся в этой игре. Я думаю, что они просто сидят, угорают. То, что они забивают свои ворота. Л-Джей. Хороший тач-центр. Кроник. Ой, плохо сыграли. Но тут Хоксер! Блин. Не попадает ферст-киллер в пустые ворота. Фоксер отличный пас дает Генгам. Ферст-киллер все еще купленный. Не попадает на этот раз он в пустые. Там был достаточно сложный угол, но вполне себе реализуемый для ферст-киллера. И вот, собственно, и он. Кажется, оплата ферст-киллера кончилась. И он решил реабилитироваться. В первый раз он не попал. Зато во второй раз он обогнал Хоксера на примерно 15 сантиметров. И этого хватило, чтобы забить второй гол. И это 2-3. Половина камбэка пройдена. Хоксер подбирает мяч. Начинает арь-дрибл. Ловит флип-ресет. Сразу же ресетит, чтобы перекинуть ферст-киллера. Чикаго на Хоксера. Не самый лучший выбор человека, кому он хочет пасануть. Абджек в итоге подбирает мяч, потому что Хоксер просто забил хуй. Отличная агрессия. Чикаго. Взрывает он также Абджека. Кроник. Центринг на ферст-киллера. Показывай, молодой. Ферст-киллер. Но там вдвоем его челленджат. Пустые. Пустые. Да забей. А-а-а. Ферст-киллер. Ваня. Что? Блин. Показывай, выколите мне глаза. На что я смотрю? Команда Генги получила гонорар, который больше их зарплаты в 10 раз. Или какого черта они не могут забить? Это самая всратая игра. Забей им на ферст-киллера. Я тебя умоляю. Прошу, просто молю. Хоксер бампает Абджека. И они не забили. Ща им еще забьют, смотри. Так, Абджек. Не паниковать. 17 секунд. 1 в 2 ситуация. 2 в 2 ситуация. Бамп. Абджек. Слишком слабо. Что? Два защитника. Хоксер просто не попал. Просто он не попал по мячу, который летел 30 км в час. Он, блядь, не то что летел. Он, блядь, катился. Вы че, угораете что ли? Как этот чел профессиональный игрок? Блядь. Овертайм. Овертайм. Итак. Ферст киллер. Играет соло. Аэри дрибл от него. Сейф от Чикаго. Хоксер. Его данкает Кроник. Кроник. Не попадает блоком. Ферст киллер. Под себя. Ферст киллер. Дабл. Соло. 4-1. Генги побеждает. Домой с Пейс Тейшн. Слава яйцам, они это выиграли. Капец. Что за... Капец. Ища не, у меня нет слов. Просто я не знаю, че скомментировать. Просто у меня нет слов. Большой театр.